Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1093. События дня. Псалом 114.1. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. За 13 декабря 2018 года. Ну и объявление. Прочитайте. Затормозите, и все будет видно. Администрация ресурсов Лапкина. Игнатий Тихонович, снимите отдельный ролик для желающих заказать книги, так как много вопрошающих. Структура ролика. Рассказать о том, что сначала с книгами надо ознакомиться. Примерно так. Это видео для тех, кто желает заказать наши книги. Перед заказом книг обязательно ознакомиться с ними на нашем сайте. Ссылка на книги на нашем сайте будет в описании под этим видео. Вышли из печати у нас следующие книги. Сцена указана на октябрь 2013 года. Составьте на январь 2019 года. Ну, не знаю, остаются все на одном месте они у нас. Проповедь в стихах, церковь, свобода, тюрьма и так далее. Далее связывайтесь со мной, рассказать о способах связи. Ссылки тоже будут в описании. Но все требуется озвучить. Вот они, понятно, со мной связываются, рассказать о способах связи. Какие связи? Я всем говорю, надо кому, заходите на мой мир. В моем мире. Сергей. Написал Синицкому в воскресенье. Ответа нет до сих пор. Я отвечаю. Говорят, что и не будет отзыва на письмо у этого Александра Синицкого. Что он от всех прячется в своем кабинете, где заливистая непобедима лает, гавкает на всех. Хотя и шнурка не стоит. И отключены ко всем его роликам шедевром, комментарии у него. А это с чего бы? Лично у меня на 13 330 видеороликов ни под одним не отключено. Просто смотреть нужно за входящими, вытирает ли свои ноги в прихожей на улице. Если у хозяина канала рычаг с надписью «Заблокировать», и туда мне пришлось записать уже около 7 тысяч пришельцев, забредших не туда. Как пословица, что услышал такой проходимый человек запах жареного. Жареного. Это надо убрать вот это слово-то. И побежал туда. А там ослов и шаков клеймят. Раскаленным тавром на холке выжигает принадлежность вот такому-то хозяину. Далее говорю. Вчера у нас были очередные занятия по скайпу. Проходим противостектантские уроки. Как отвечать, как спрашивать не православных, а разных предметах и темах. Проходим иконопочитание «Идолы и крест». На уроке по средам, пятницам и воскресеньям в 14.00 по Москве по скайпу. Уходят по часу и полчаса вопросы и ответы по совершенно разным областям жизни и Святой Библии. В конце возник вопрос о миссионерской работе. Можно было бы продлить это сегодня еще с вашими вопросами, чтобы поделиться с вами опытом. Имейте ли желание ваше предложение о времени? Это та тема, в которой нет ни света, ни проблеска. Применяя к себе сложившееся положение вообще, в частности, в вашей епархии, в вашей жизни, можно ли как-то узнать из двор ли ты на благовестие или на миссию, высшую ступень благовестия? И какова будет востребованность настоящего благовестника-миссионера? И как будут на него смотреть именно в МП? И почему я не там тружусь, а только рядом? И зовя туда людей, я сам даже в мыслях не допуская быть когда-либо полностью под властью священства МП Московской Патриархии. И мирские власти как-то замечают, что в этом человеке что-то настолько необычное, что на труд среди них, а не среди множеств войны, выбирают именно его. И почему служители алтаря так люто ненавият его? Это вопрос сколько. Сегодня ролик уже записали. Димитрий. Игнатий Тихонович, периодически списываясь с Иереем Георгием Максимовым, я ему нет недосылочку на ваш сайт и отправлю на какой-нибудь вопрос. Вообще нигде он ничего не может сказать, что это вопреки учению церкви и прочее. В общем, он чужую сплетню подхватил и разнес ее на своем сайте, канале. Я бы хотел, конечно, чтобы он также на канале отказался от тех слов, что вы якобы еретик и раскольник. Он пока еще зеленый и, возможно, не совсем оброс с сергянским хом. Поэтому я второй раз попытаюсь его образумить. А нет, то и до свидания. Он где-то внутри уже понимает, что наклеветал на вас. Я отвечаю. Похулившим Духа Святого не дано раскаяния во лжи. Противление воле Божией. Вверху вчерашнее мое сообщение по просьбе трудящихся. Приходь ко Наталье. Все на двух страницах на нашем форуме. Прочитайте это. Для вас будет очень полезно. И, Дмитрий. Хорошо. Спасибо, Христос. Игнат Тихонович, вы для меня как отец родной. Поэтому не нужно уж обращение ко мне за главную букву писать. Некомфортно. Сразу себя чувствую. В идеале, конечно же, лучше, но ты. Именно вы ко мне. Так как я вам во внуки гожусь. Игорь. Игнат Тихонович, можно позвонить? У меня появились вопросы по поводу ересей, в частности, баптистских. Я говорю, заходи. Я позвонил этому баптисту-то. Он говорит, что он занят и сможет только в начале января, потому что у него миссионерские поездки. И ему хотелось бы побольше о вас узнать. Как его звать-то, Игорь? Иван. И какие мне ему видеоролики о вас отправить? Я отвечу, что можно вот этот. К утру может быть уже выставлен на нашем видеоканале. Тут на канале нашем 13340 роликов. Выбирайте сами. Мы уже снимем ролик. Говорим с этим Игорем. Название такое. Экклесиастов 11.9. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Между главой и стихом здесь нужно двоеточие, но система не пропускает тут. Ну, вот так. Что у нас произошло? Что было? Вчерашний день. Ну, дома сижу. Кормлю кошек. Вчера собаки тут прибежали. Воробьев, Жуланов, Голубей. Не меньше как-то 7 раз в день помолить. Все время это и уходит. Много смотрю документальных фильмов. Документальных. Про Великую Отечественную войну. Разные там плодзармы, как барали. Сочувствую вместе с ними. Умираю. Ну, можно посмотреть дальше наши ресурсы. Вот мой мир. Вот ее и прочитать. Открывая сразу. Благодарю за беседу, Игнатий Тихонович. Много полезного получил лично для себя. Многие упрекают вас повторяемости. Но если присмотреться и прислушаться, все выдающиеся люди развивают какую-то одну тему в своей жизни. Повторяясь от книги к книге, от симфонии к симфонии, от лекции к лекции, от проповеди к проповеди. Только верхоглядца склонна к суетным скачкам по верхушкам. А основательность стремится к самоупрощению и углублению. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены. Или словом, или посланием нашим. Второе, писаный Киесом 2.15. Там евреям 13.9. А несколько дней назад услышал мнение ученых. В современный век, тотального увеличения информации для того, чтобы человек запомнил главное в непростом, нужно до 400 повторений. Тогда, как еще 100 лет назад, достаточно было 40 раз. Вот так-то. Храни вас Господь. Мне повторяют. Ну, вопрос задали. Я повторяю. Начинаю отсылать. Ну, вы мне скажите. Я ему тогда отвечаю. Будет ли у вас крещение? Я отвечал. 7 июля в этом году. Завтра опять кто-то приходит. Я опять. Продавщица за день отвечает сотни раз, сколько ли стоит, или еще что-то. И те, которые приходят где-то в другие места, спрашивают там тур какое-то, путешествие, паломничество. И везде спрашивают. Везде. И продавец отвечает многократно, и одно и то же. И почему у него должен быть ответ сегодня иной, и вчера? Ну, вот так. Я иной раз отказываюсь отвечать. Тоже обвинение есть. Как и так это? Отказываетесь. Ну, вот дальше. Православный форум. Игнатия Лапкина. Ну, и вот наши ресурсы. Вот сегодня я выставил как раз 10. 10. И вчера 11. Роликов. Так, сейчас вот посмотрю, что отца Павла здесь. 158 за 3 часа. Так. 190, что ли, Крисиас. 371 Василий больше всех. Ну, пока так вот и всё. Ещё у нас есть сайт. Православный библейский сайт. Вот он такой. Легко искать по нему. Всё. Всё.